Ну а наш эфир продолжит репортаж нашего корреспондента на острую актуальную тему об инвалидных колясках. Кире-12. Она появилась на свет с ростом 32 сантиметра и весом меньше килограмма. В 7 дней ребенок находился на искусственной вентиляции легких. Позднее, в возрасте 4 лет, девочки поставили диагноз – детский церебральный паралич. Никаких надежд таких крупных нам не давали изначально. Выживет, не выживет. Слава Богу, врачи помогли, все, препараты. Ребенка мы вытянули, ну как бы от диагноза мы… Не удалось нам избежать диагноза данного. Ну с этого началась как бы интенсивная реабилитация, что по сей день в принципе мы проходим. Вместе с Кирой реабилитацию проходит 10-летняя Настя. У девочки похожий диагноз, но несмотря на неутешительные прогнозы медиков, солнечный ребенок вселяет в родителей надежду. Ничего, мы не сдаемся всегда, как бы не теряем надежды, вера, надежда, да. Всегда мы хотим встать на ножки, мы хотим ходить. Потихонечку мы начинаем это делать. Вот. Ну, на все, конечно, время летит и растут очень быстро детки. Скорость роста маленьких пациентов предусматривает частую смену медицинских приспособлений, обеспечивающих их быт. Так, например, инвалидные коляски предназначены под определенный вес. Настяна рассчитана на массу до 25 килограммов. И девочка ее уже переросла. В наше время справиться с трудностями в одиночку сложно. К счастью, мир не без добрых людей. Новая жизнь, так называется команда крымских волонтеров, которая всеми усилиями помогает нуждающимся детям и собирает средства на приобретение инвалидных колясок. О том, что в движении «Жизнь» эти добровольцы знают не понаслышке. По их инициативе в крымской столице стартовал проект «Продвижение». Задача следующая – просто собрать деньги на приобретение для конкретных детей инвалидных колясок. 500 тысяч рублей, то есть средняя стоимость одной коляски 100-130 тысяч рублей. К сожалению, государство не предоставляет особо субсидий на приобретение именно детских инвалидных колясок. Работа волонтеров ведется по нескольким направлениям – развитие социальных сетей, кооперация с предпринимателями, оказание информационной, психологической, материальной поддержки семей. Добровольцы настроены решительно, составлен четкий план действий. У нас был мозговой штурм на тему того, как мы можем собирать деньги, способы привлечения денежных средств. Мы накидали несколько вариантов, было, наверное, из списка вариантов 20. Сейчас мы начинаем их реализовывать. Это всякие благотворительные игры, развивающие игры, походы. У нас будет велопоход, будет благотворительный вечер, еще неизвестно где и когда, но обязательно будет. Мы вот сейчас его планируем. Еще планируем в рамках благотворительного вечера сделать благотворительный аукцион из детских поделок. За месяц работы проекта продвижения волонтерами собрано больше 40 тысяч рублей. Это, конечно, не полная сумма, но главное, что начало положено. Добровольцы не устают повторять высказывания Льва Толстого. Если хочешь поверить в добро, начни делать его сам. Ирина Борилюк, Артем Баранов. Утро нового дня.